Что было уничтожено интернетом? Почему вы до сих пор скучаете? Если ты был крайне тупым и делал что-то ужасное, то об этом узнавали только твои ближайшие друзья. Сейчас идиоты могут в один клик транслировать свой бред на весь мир. Деревенские тупицы стали достоянием всей планеты. Почему-то мало кто пишет о прокатных магазинах. Я скучаю по моментам, когда мама с папой говорили, может пойдем возьмем пару фильмов на вечер. В такие дни мне разрешалось не спать допоздна и мы ели кучу фастфуда. Крутые были деньки. Чтение. Будучи ребенком, я читал по книге в день. Сейчас я не могу заставить себя дочитать ни одну книгу, даже если она мне очень нравится. Стало слишком тяжело сосредотачиваться на чтении. Раньше до тебя не доходили спойлеры больших фильмов. Секреты в видеоиграх. Было круто слушать, как пацаны распускали слухи, типа если в Street Fighter 2 пройти всех соперников без единого поражения, то в конце будет секретный босс. И не было способа это проверить, кроме как увидеть все своими глазами. Ах, и как было прикольно первому знать о каком-то секрете или пасхалке и рассказать о нем своим друзьям. Сейчас вся информация запросто гуглиться, нет проблем найти любой предмет в любой игре. Скучаю по игровым слухам, раньше у игр была загадка. В 12 лет я потратила все свои карманы и деньги на объявления в газете, где я искала человека, который помог бы мне пройти одну головоломку в Kings Quest. Сейчас мои дети ржут надо мной, когда я не могу пройти какой-нибудь уровень и лезу в Google. Изменено. Да, мне реально позвонили и помогли. Это были крутые времена. Мне в свое время хорошо влетело за то, что я звонил в игровую службу поддержки, номер которой я нашел в руководстве к игре GoldenEye. По-моему, этот номер даже был напечатан на картридже. С нас брали по 4 бакса в минуту и за день мы наговорили, наверное, на долларов 150. Раньше люди держали у себя в голове каталог всяких прикольных шутеек, которые не знало большинство. Люди рассказывали их друг другу на вечеринках и ржали. Такие шутники очень ценились в компании, они были чем-то вроде магов шуток. Я сам был таким, теперь мои шутки работают только с моими родителями и поколением бумеров. Мой папа ответил, что скучает по спорам с друзьями, которые можно было разрешить, только позвонив какому-нибудь шарящему вопросу чуваку. Например, а вы знали, что молния движется снизу вверх? Нет, она идет вниз. Давай наберем твоего бати, он же как раз метеоролог. Да, я тоже скучаю по этому ощущению, когда ты хочешь в чем-то сам разобраться или предполагаешь, как работают какие-то штуки. Сейчас это ощущение ограничивается одним поисковым запросом. С другой стороны, сейчас мы можем проводить дебаты о каких-то нынешних проблемах и не разводить споры о давно известных фактах. Вы спорите о каких-то статистических данных? Просто откройте Википедию и проверьте, кто из вас прав. Раньше, если ты хотел потусить с другом, то ты шел искать его в парке или заходил без предупреждения к нему домой. Скучаю по этой теме. Это был целый квест, в котором тебе нужно было собирать улики от твоей подруги, чтобы найти ее местоположение. Итак, ее мама сказала, что видела ее 10 минут назад возле магазина за углом. Но ее велик припаркован возле реки, а это значит, что она сейчас находится на пути к Икс. И ты идешь на место Икс и там ее встречаешь. Если ты попробуешь провернуть что-то подобное сейчас, то твоя подруга либо будет чем-то занята, либо подумает, что это крипово, что ты за ней следишь. Мое зрение. Форумы. Когда я был мелким, у нас была целая куча местных форумов. Мы общались, оставляли друг другу сообщения и договаривались о зарубах в Дум. Потом знакомились в реале и устраивали сходки. Это были прикольные локальные движухи. Я так познакомилась с моим нынешним мужем. Списались на форуме, когда нам было по 16. Сейчас мы уже 18 лет в браке, знакомы 23 года. Скучаю по тем ощущениям, которые я испытывал, когда заходил в прокат кассет. Но при этом я ценю все прелести стриминга. Просмотр мультиков в субботу утром. Став старше, я понимаю, что сам ритуал был не менее важен, чем мультики. Все дело далеко не в мультиках. Сейчас, когда я смотрю их в зрелом возрасте, я понимаю, что мульты 80-х и 90-х годов были просто ужасны. Я скучаю именно как бы по самому событию. Мои дочери сейчас могут в любое время посмотреть все, что захотят. Они не знают, каково это ждать неделю новую серию. Они смотрят мультики сразу сезонами. Могут потратить целые выходные на просмотр My Little Pony. А потом пересмотреть их в любое время. Им не понять моих страданий, когда показ Power Rangers переносился с 6.30 на 7.00. И я не успевал их посмотреть, потому что надо было бежать в школу. AFV. В России сам себе режиссер. Да, магия этого шоу исчезла, как только появилась возможность зайти в интернет и посмотреть миллион смешных видео. В нынешней рабочей обстановке мы обязаны всегда быть доступными через имейл и смс. Многие компании сейчас требуют от своих работников, чтобы они отвечали на звонки в нерабочие часы. Я какое-то время работал в рекламном агентстве, в котором выходные вообще не ощущались выходными. Потому что мне вечно приходили какие-то письма, которые я должен был проверять. Мне кажется, что все-таки должна быть какая-то грань между работой и личной жизнью. Жаль, что она стирается все сильнее, и мы все быстрее адаптируемся к такому методу работы. Особенно в стартапах. Я раньше работал в бухгалтерской фирме, которая ожидала от меня то, что я буду всегда доступен. Никогда больше не ввяжусь во что-то подобное. Так не должно быть. Это ненормально, что мне звонил начальник, когда я уже был вне офиса. Рабочая жизнь должна быть отделена от личной. Фотоальбомы. У моих предков есть столько классных альбомов с фотографиями из их юности, взрослой жизни, с моими детскими фотографиями. Люблю полистать их, когда езжу к ним в гости. Мои же фотки все залиты в инстаграм и фейсбук. Это уже совсем не то. В некоторых магазинах до сих пор можно распечатать свои цифровые фото. Они не такие качественные, как старые 35-мм фотки, но все равно выглядят довольно неплохо. Скучаю по временам, когда на концертах ни у кого не было телефонов с возможностью снимать видео. Пол Маккартни недавно жаловался на эту тему. Если не ошибаюсь, он выступал в Кеверн Клаб и вежливо попросил всех убрать телефоны. Но некоторые все равно не могли удержаться. Жаль, что я не застал тех времен, когда можно было насладиться концертами без камер. Это было крутое время. Море зажигалок во время медленных песен создавало намного больше тепла и света, чем телефонные фонарики. Моя социальная жизнь. Тебя нельзя было выследить. Мобильники и интернет все испортили. Ничего у меня не вызывает столько стресса, как гора СМС по утрам. Постоянно приходится их проверять. Мало ли там что-то по работе. Электронная почта раньше тоже приносила больше радости. Сейчас там письма либо от людей, которым от меня что-то нужно, либо от магазинов, которые пытаются мне что-то впарить. Не знаю, возможно, я просто стал старым ворчуном. Если стресс по утрам из-за утренних СМС и электронных писем это признак того, что ты старый ворчун, то я в свои 26 однозначно старый ворчун. Чтение книг перед сном. Теперь вместо этого я залипаю в интернете, пока окончательно не устану от него. Я пытался избавиться от этой привычки, но даже когда я ставлю себе ночной режим, мне все равно тяжело оторваться от экрана и уснуть. С книгами такого не было. Блин, как же тяжело избавиться от этой темы. Меня обычно засасывают самые дебри интернета, и я теряю счет времени. Книжные магазины и музыкальные магазины. Как было круто перебирать книги на бесконечных книжных полках. Кстати, сейчас книжные магазины снова становятся очень прибыльным делом. Впервые за долгое время. Потому что многие люди до сих пор предпочитают физические книги. Я один из них. Я и так все время пялись в свой смартфон. Не хватало мне еще и книги на нем читать. Плюс это как-то даже просто приятно, когда у тебя под рукой лежит настоящая книга. Стыд. Сейчас люди ведут себя в интернете как козлы, и не несут за это никакой ответственности. Если бы мы все могли общаться только лицом к лицу, они бы свою хлеборезку так не распускали. До интернета люди тоже не были паниками. Просто тогда никто ничего не записывал и не снимал. Но поверь мне, я все помню. Не иметь доступ к буквально всей мировой информации. Под этим я имею в виду то, что да, круто, что все знания человечества находятся у меня на расстоянии руки. Но мне не нравится, что там слишком много мусора, какого-то шума и информации, которую мне совсем не обязательно знать. Мне кажется, что раньше было меньше всяких мерзких, самовлюбленных типов. Скорее всего, потому что до инстаграма, войны и ютуба далеко не каждый мог стать известным. Умение ориентироваться по карте. Я знаю много людей, которые двух шагов не могут сделать без Google Maps. Я сейчас даже не преувеличиваю. Было круто играть в кооп-режимы в играх на одном диване. Таких игр, как GoldenEye, на Nintendo 64 уже никогда не будет. Это, наверное, покажется кому-то странным, но я знаю, что есть челы, которые меня поймут. Все дети и подростки 90-х помнят, что раньше ходили байки, которые никто никак не мог проверить. Например, что у Мальборо есть план на случай, если легализуют траву. Типа все верили, что когда это произойдет, они сделают желтые пачки вместо красных и назовут их Мальборо Саншайнс. Возможно, это значит тупо, но так как тогда не было способов проверить информацию, люди верили в эти истории и рассказывали их другим. И еще. Сейчас я все чаще не доверяю себе и больше гуглю. Скажем, мне нужно сделать что-то, что я когда-то делал уже не раз. Например, мне нужно поменять деталь в машине. Вместо того, чтобы довериться себе и разобраться, как я это делал раньше, сейчас я лезу в Google. И таким образом я как бы краду у себя чувство удовлетворения, которое я бы испытал, если бы сделал все сам. Самая главная легенда у нас была то, что Мэрлин Мэнсел сделал себе операцию по удалению двух ребер, чтобы, ну вы сами знаете для чего. Мне кажется, что каждый ребенок того времени слышал эту байку. На прошлых выходных мы с женой искали себе дом в сельской местности. Онлайн, конечно же, там найти ничего было нельзя. Мы поехали туда, нашли какую-то фирму по недвижимости и спросили, как тут можно снять дом. Оказалось, что они только продают дома, не сдают. Но они дали нам несколько имен и номеров их друзей, у которых возможно что-то есть. Первый парень оказался владельцем магазина пиломатериалов. Мы пошли по указаниям мужчины из фирмы. Прошли дальше по улице, повернули возле банка, перешли через дорогу и свернули направо к лесному складу. Владелец был занят, поэтому пришлось общаться с кассиром. Он сказал, что у владельца нет ничего в аренду, но дал нам номера своих друзей. Было такое ощущение, что мы попали в детектив из 80-х. К счастью, мы позвонили этим друзьям и они нам предложили отличное место. Эта поездка заставила меня еще больше зауважать тех, кто жил в годы, когда нельзя было мгновенно удовлетворить свою потребность в нахождении жилья. Раньше люди создавали веб-контент, не думая о рекламе, монетизации и поисковой оптимизации. SEO – это индустрия, которую давно пора бы сжечь. Она стимулирует людей делать мусорный контент, напичканный правильными ключевыми словами и другими хитростями. Я неоднократно замечал, как кредитеры жалуются, что даже на банальных сайтах с рецептами куча лишнего контента. За это можете сказать спасибо, CEO. Сейчас из-за CEO существует целая индустрия мошенников. Как только Google меняет свои скрытые процессы и алгоритмы, появляются умники, которые заявляют, что они знают все новые секреты оптимизации. Я своими глазами видел, как небольшие бизнесы тратят тысячи долларов на SEO. Пошло оно, это CEO. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео можешь написать, что было уничтожено интернетом, почему ты до сих пор скучаешь. Плюс предлагаю посмотреть видео, с какими законами не согласны даже полицейские. И что самое обидное вы слышали от девушки.